доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели очередная пятница мы снова с вами разбираем события минувшего торгового дня как они повлияли на динамику финансовых инструментов и говорим конечно же о долгосрочных трендах устоявшихся на рынке говорим о тех отчетах которые только впереди представляют изначально значительный спекулятивный интерес из себя и мы на них ориентируемся считаю что они станут какими-то дополнительными путеводными огнями маяками на которые мы будем поглядывать и оправдывать для себя именно те решения которые на финансовых рынках я принимаю я считаю то что февраль очень неплохо для нас пока идет эта неделя прекрасно сложилась и для ряда наших инвест идей мы выжили из нефтянки то что планировали мы сделали друзья заветную цель короткосрочную или лучше даже скажем среднесрочную цель 65 я надеюсь друзья то что он большинство из вас все таки уже зафиксировали результаты те кто будет ждать уровень а повыше знаете друзья я с вами я считаю что на краткосрочном импульсе на том именно росте который уже стал реализовываться последние дни нефтянка может забраться и повыше тем более что основной фундамент а последние дни толкающие и собственно к уровням на которых она не было очень давно этот фундамент все еще актуален он связан с переговорами между сша и китаем так вот мы ждали делегацию серьезную сша которая должна была прибытия в пекин вчера собственно прилетели сегодня состоятся переговоры поэтому а в течение дня нас могут порадовать новостями ну уж точно закроем эту торговую сессию с интересным фундаментом допускаю что его потенциал будет преимущественно отрабатываться уже открытие следующей недели но поговорим уже о том договорятся либо не договорятся будут ли предпосылки у нас разделить мнение оптимистов считающих что сша и китай все же преодолеют торговые разногласия это все друзья новостной фонд следующей недели поэтому давайте пока мы его не будем касаться а поваримся здесь и сейчас тем что есть в порядке вот этих вот ожиданиях и по другим инструментам доллар нас начал немного разочаровывать улетела выше 111 хотя сейчас мы снова неплохо откатили там в район 110 30 пока держимся там с учетом тех цифр которые мы получили вчера по статистике а именно по уроничным продажам я думаю что рынок снова напомнил тем трейдерам которые еще сомневаются в более медленных темпах повышения процентной ставки сомневаются в том что американская экономика также потеряла импульс в том что это так и если среди вас были трейдеры которые делали ставку на доллар то я полагаю что после вчерашних данных по уроничным продажам вы возможно уже пересмотрели свою позицию и свое видение относительно того что он будет с долларом евро на снижается друзья по фунту мы также сделали цель я немножко труханул сейчас жалею о том что вышел не на уровне от сливых ожиданий в районе отметки 1.28 но 1.2850 друзья тоже неплохое значение очень сильно радуюсь за вас за тех кто задержал до отметки 1.28 и пофиксился уже там минимум у нас был гораздо ниже ну давайте тогда не будем сейчас растекаться так сразу по всем инструментам у нас есть сценарий друзья мы с ним работаем я вернусь к этим активам напомню что сегодня у нас традиционные для пятницы насыщены по содержанию экономического календаря сессия мы ждем данные по хроничным продажам англии в 1230 по московскому времени они выйдут статистика влияет на фунт в последние недели ну потому что рынок устал уже не получать никакой конкретики по брекзиту и торговать и хочется британцы вот и снова делают акцент на статистику и на идею того что будет происходить с процентными ставками в рамках англии дальше ждем релиза разумеется друзья я надеюсь не нужно делать какой-то акцент на то что у нас ожидание только лишь слабые ну потому что других цифр мы вряд ли увидим и я даже считаю что если непонятным немыслимым образом роничные продажи окажутся лучше ожиданий это сразу можно будет списывать на статистическую ошибку потому что с учетом того что сейчас происходит британской экономикой мы не можем получить хорошие цифры в 1715 промпроизводство по штатам 1800 мичиганский индекс и замыкает день будет традиционный для нефтяников отчет бейкер-хьюз по количеству нефтяных терминалов и теперь давайте детализируем немного фундаментальную картину на нефтянку сразу друзья как я уже отметил мы сделали цель не важно где нефть находится сейчас главное что мы достигли нашего профильного ориентира я думаю то что это подарок для тех кто долго ждал хорошо что это произошло вот сейчас перед закрытием недели можно спокойно уйти на выходные как следует отдохнуть не переживать уже за то где откроется нефть с учетом интересного фундамента потому что нас это уже не интересует друзья мы поставили цель мы эту цель сделали на следующей неделе будут новые сделки будут новые уровни сегодня я предлагаю отдыхать от рынка нефти параллельно лишь наблюдая со стороны за тем что с ним происходит а почему выросли еще раз повторяюсь друзья то что на общей склонности инвесторов к риску спросом стала пользоваться и нефтянка произошло это из-за ожиданий прорыва в торговых отношениях прогресса в переговорах между сша и китаем этот прогресс может быть констатирован уже сегодня поддержку котировкам нефти оказал доклад опек помните резкое сокращение производства нефти на минувшем в минувшем месяце планы саудовской аравии который является лидером опека действовать в таком же активном ключе по сокращению добычи в частности вчера мы цитировали а financial times который в свою очередь цитировали министр энергетики саудовской аравии о том что саудовская аравия в этом месяце точнее к марту планирует снизить добычу еще на 500 тысяч баррелей это конечно же вернуло на рынок ожидания того что опека сможет а стабилизировать ценовую конъюнтуру сможет решить проблему избытка приложений и простимулировать рост цен на нефти если мы говорим про ожидание прорыва в переговорах между сша и китаем значит мы априори допускаем что при оптимистичном развитии событий я сам как будет убрана риск глобального экономического спада также вчера еще вышел отчет точнее позавчера по запасам нефти сша я говорил что обычно такие данные на четвертой неделе подряд уже собственно увеличение запасов это данные которые можно было бы отыгрывать через снижение у нас был локальный компенсатор это доклад от международного энергетического агентства сообщивший о том что мировое предложение снизилось на полтора миллиона или 14 если быть точнее в общем друзья тот фундамент который мы разбирали в последние недели это фундамента честно говоря преимущественно скован рамками краткосрочного воздействия на рынок она в принципе именно оно и было нужно не хотелось на каком-то пустом и необъяснимом фундаменте расти его и не было в плане вот этой пустоты у нас были содержательные аргументы почему нефть может сейчас отыграться от вот этих минимальных уровней и отыграться у продавцов и достигнуть того ориентира на который мы с вами посматривали давно в общем друзья еще раз мои поздравления вы большие молодцы что это держали до 65 на следующей неделе будем смотреть по-новому попробуем взглянуть на перспективу нефти я поищу уровни для входа и конечно же вам о них расскажу рубль друзья снова пошел вниз даже несмотря на рост цен на нефть я уверен то что вы знаете эта динамика связана с угрозой установления новых санкций против россии мы ждали эту угрозу еще в январе но из-за шатдауна как вы помните который затянулся стал историческим рекордом сша у американских сенаторов не было во время чтобы прописать новые ограничения для российской экономики не были заняты своими проблемами сейчас как мы знаем можно говорить хотя вопрос еще немного подвешен в плане финансирования строительства стены на границе с мексикой хе межпартийное соглашение вроде бы как и достигнута и трампа его одобрил ну вот все равно я продолжаю получать какие-то новости о том что ну вот что то не так не совсем устраивает трампа поскольку суммы все-таки гораздо меньше чем нужно было но видимо трамп прекрасно понимает что лучше выработать какую-то золотую середину а сейчас согласиться на ту цифру которая была согласована но избежать тем самым продолжение шатдауна ну видимо это и наверное правильная позиция в конце концов сейчас америка снова может заняться своей санкционной и протекционистской агрессии политикой которая характеризовала ее на протяжении всего 2018 года для российской экономики это новый итог санкций и мы видим то что рубль начинает уже побаиваться если сейчас еще у нас были причины говорить о снижении цен на нефть это я бы первым трубил о том что рубль у нас снова идиота на отметку 68 69 70 достигнет этих рубежей довольно а скоро пока что нефть будет поддерживать рубль хотя мы видим то что влияние санкций все-таки более серьезно по рублю друзья ожидаем пресса на него со стороны доллара и евро и я надеюсь то что вы ни в коем случае вы не покупаете доллар иена хай вчерашнего дня 111 12 сейчас мы скорректировали 110 30 держим короткие позиции роничные продажи которые вышли вчера оказались все самыми плохими друзья вдумайтесь только за 9 лет это тут же вернуло на рынок опасения за перспективу рост американской экономики и я думаю что федрезерва где-то там за кулисами увидев эти цифры поблагодарил а сам себя за то что принято решение придержать лошадейхи в плане роста процентных остаток в общем вчерашний слабый лист про ручную продажу это еще один сигнал того что политика американского регулятора будет гораздо менее жесткой я бы даже сказал уже ограничить с мягкой что для доллара перспективы только обрисовывает в плане его снижения заявки на пособие по безработице 239 235 индекс цен производителей друзья спад с двух с половиной до двух процентов то есть у нас с вами еще один признак замедление инфляции поэтому на доллар я смотрю только как на актив который потеряет в ближайшее время и жду как и раньше в районе там 107 или даже ниже евро против доллара снижается 1 1285 темп экономического роста германии в принципе соответствии с моими негативными ожиданиями нулевой прирост в квартальном выражении прогноз был на отметке 0,1 процента годовой показатель 0609 хуже будет еще дальше друзья и я продолжаю делать на это большой акцент темп экономического роста все еврозоны в целом предварительные ну пока на нормальных уровнях 1 и 2 процента в годовом выражении хотя что для еврозоны сейчас нормальности мне кажется 1 и 2 для такой экономики это показатель явно который нельзя охарактеризовать как достойный но на видим то что видим друзья реальные цифры будут еще ниже запомните мои слова я не отказываюсь от тотальной слабости еврозоны и все это в конце концов конвертируется в те отчеты которые мы получаем фунт против доллара лу 1 27 72 вышли бы не с сделок друзья я пока что советую не залазить фунт лишь поставить отложку байлимит на отметке 127 50 потому что допускаю что рынок еще может провалиться опять же сегодня когда выйдут слабые данные по уроничным продажам давление вполне реально потому что еще один слабый отчет заставит банк англии рассматривать перспективу повышения процентной ставки как несбыточным поскольку текущая экономическая конъюнтура напротив должна мотивировать банк англии возможно занять более проактивную позицию даже снизить процентную ставку в общем вчера от банк англии мы слышали подобного рода комментарии то что конечно же ставки повышенно не будут потому что это создать серьезное ударит очень сильно по домохозяйственным и потребителям это принципе отразилось на снижение курса британца но напоминаю друзья то что мы с вами ждем такого важного голосования по ряду поправок мы ждем выступление тэрэза мэй которая запланирована в конце этого месяца а сейчас рынок может вдохновиться ожиданиями того что само решение отложить голосование на две недели это возможно решение которое продиктовано тем что у тэрэзы мы есть план и она за эти две недели что-то попробует снова сделать но немного смешно это звучит потому что наверное не стоит переоценивать способности тэрэзы мы я думаю что на самом деле перенос сроков обусловлен тем что у нее не план есть а просто как я уже говорил она хочет буквально перед самим официальным на выходом англии состава с поставить палату общин а перед фактом либо голосуете либо не либо вы остаетесь в истории как люди которые предотвратили экономический кризис либо вы будете теми политиками которые ввергли экономику состояния хаоса вот мне кажется какой диалог и будет но пока что друзьям рынок может жить надеждами как это обычно бывает я считаю что раз мы выжили в плане снижения с фунта так неплохо можно попробовать сейчас заработать через рост именно в случае теста поддержки 1 2750 купить в расчете на то что две недели рынок будет полагать что тереза мы сделает что-то что в конце концов повысит шансы на мягкий брейкзит а уже после голосования уже в марте друзья я думаю мы снова вернемся к продаже мы правильно сделаем доллар канадец 13302 это максимум для пары за последние три недели парадоксальная динамика канадца вчера все было у него чтобы вырасти доллар снижался нефть росла но при этом сами видите комментарии излишне да у меня есть позиция объяснения того что произошло скорее всего раз канадский экспорт очень сильно завязан на отношениях с сша та же самая нефтянка на 70 процентов уходит именно а в штаты то наверное слабые данные по американской экономики они более слабые для канады потому что если проблемы со спросом будут в сша значит проблемы с экспортом будут у канады может быть такая логика но я не собираюсь искать опять же причины я знаю что канадец бесит многих я не торгуем уже неделю друзья и вы знаете даже лучше стал спать то что мне не интересно что происходит с этим инструментом да он стал причиной потерь и довольно неплохих в том числе и в этом году но пока что от него отдыхает друзья если у вас по-прежнему получается вот ловить все эти перекосы дневные мы видим то что поднявкам пара на 100 пунктов входит вниз на 100 пунктов вверх и вот эти качели продолжаются вы большие молодцы австралийц против доллара 070 92 снижаемся мы по австралийцы цель 070 заместитель управляющего резервного банка австралии кента вчера отметил что снижение курса австралийца это благо для экономики мы об этом знали но вот еще один комментарий чиновника убедил трейдеров все-таки не торопиться с покупками и вообще не думать о них а продавать я надеюсь то что вы в продажах новозеландец также немного снизился 068 23 друзья на этом собственно все хорошие вам торговые сессии закрытие недели замечательных выходных отдохните выдохните сделали мы цель по фунту сделали мы цель по нефти очень скоро достигнем целевого ориентира и по евро на следующей неделе снова как всегда будет масса отчетов событий будем за всем следить в общем до понедельника всего доброго до свидания